Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе было традиционно Дистанционным и очень интересным Вот честное слово я все с замиранием сердца жду когда же они опять начнут ходить по кругу и нам станет неинтересно но все еще этого не происходит В самом начале оперативки Хабиров высказал свою озабоченность судьбой Уфы в связи с кончиной мэра Мустафина сказал что нужно о городе подумать Что нужно проконсультироваться с советом Уфы о назначении исполняющего обязанности и дальнейшей судьбе поста мэра Далее Хабиров немного похвастался и рассказал о том что он как-то очень эксклюзивно договорился с Газпромом о том что Газпром инвестирует средства в республику Хабиров преподносил это как какое-то совершенно чудесное достижение Однако цифры разбитые на пять лет и на районы республики Башкортостан говорят нам о том что Газпром вознамерился инвестировать всего по 50 миллионов рублей в год в каждый район Что на самом деле весьма скромные инвестиции особенно для такой крупной корпорации и совершенно непонятно чем тут гордится Хабиров Ну складывать суммы с многих объектов да еще за многие годы в кучу чтобы преподнести какую-то гигантскую цифру это в общем-то наверное не очень честно А еще во вступлении к оперативному совещанию Ради Фаридович предался мечтам и грезам Я говорю о том что Хабиров сообщил нам о приближающемся по крайней мере в его представлении юбилее города Уфы Через 43 месяца Ради Фаридович посчитал через 43 месяца наступит вот этот светлый юбилей 450 лет городу Уфе Хабиров уже отправил заявку на федеральное финансирование и как точно с таким вот мечтательностью с какой-то прям вот радостью стал рассказывать об этом Чувствовалось что Хабиров соскучился по празднику так давно у нас не было ни фейерверка не хорошего основательного концерта Элвина Грея в Уфе Что просто ну видимо вот как говорится душа сохнет Ну и вообще подобная дата она во-первых конечно возвращает Хабирова в блаженные рахимовские времена когда он катался в этом масле Вот этой байской власти которая значит процветала в Башкирии в то время и которую он во многом пытается сейчас воссоздать снова в новом Башкортостане Это конечно абсолютная утопия но тем не менее время от времени у Хабирова эти попытки проскакивают Ну и видимо какие-то светлые мечты по поводу вот этой цифры в 450 тоже посещает Ради Фаридовича Я вот лично себе нафантазировал такие перспективы как вообще будет происходить празднование этого юбилея Ну например Мурзагулову купят наверное 450 бразильских футболистов для футбольного клуба Уфа Шиги Муратову Константину позволят обнаружить нарушений в использовании бюджетных средств на 450 миллиардов рублей 450 пиксельных елок могут выложить эту светлую дату на территории Башкирии так чтобы эту цифру было видно например ночью из космоса Вообще можно объявить 450 дней праздника и выходных и 450 салютов запустить из Уфы А также например можно купить 450 камер видеонаблюдения для господина Морзаева чтобы он допустил гибель не более чем 450 жителей Башкирии за год на дорогах в ДТП В общем цифра вполне себе универсальная можно много-много чего к этому привязать вокруг этого можно очень долго танцевать Очень много салютов запустить а сколько песен можно спеть Элвина Грея просто не счесть В общем Ради Фаритович ждет не дождется когда же пройдут эти проклятые 43 месяца и наступит этот светлый праздник Он уже договорился с агентством господина Капкова о том что Сергей Александрович будет осуществлять общее креативное сопровождение этого праздника на территории республики и в городе Уфе Ну вот эти гастролирующие креативщики я имею ввиду людей типа Капкова которые в свое время весьма ощутимо пощипали бюджет города Москвы Проявили там свой креатив и теперь гастролируют по бескрайней Российской Федерации как бы передавая свой опыт провинции Это конечно очень печально потому что судя по всему не менее чем 450 миллионов а то и 450 миллиардов слупит с нас господин Капков за свой креатив В общем в итоге за все эти праздники за все эти салюты и песни Элвин и Грея опять придется платить нам Конечно же говорили и о ковид-19 на этой оперативке этот вопрос как всегда стал центральным Максим Васильевич сообщил нам свои унылые цифры о том что почти 11 тысяч человек уже заболевших в республике Башкортостан Из которых 9800 уже выздоровела умерло всего по данным Забельна 54 человека 82 процента коек в республике занято и эта цифра растет Хабиров охарактеризовал ситуацию как более плохую чем весной Вот эта формулировка меня особенно насторожила потому что если уж Хабиров признает что ситуация с ковид-19 сейчас хуже чем весной То наверное и меры должны быть более жесткими однако нет про меры тут все не так просто Хабиров например заповедал администрациям городов и населенных пунктов возобновить деятельность по оштрафованию населения за как бы игнорирование масочного режима При этом Хабиров высказал очень противоречивый тезис о том что он вовсе не гонится за деньгами которые будут получены от штрафов Но если штрафов не будет то он будет считать работу не сделанной То есть ну как обычно здесь у Хабирова критерии очень простые эти критерии как правило связаны с деньгами и с взысканием этих денег с населения Судя по всему все-таки речь идет о том что на улицах городов и населенных пунктов республики Башкортостан усилится вот этот масочный террор Начнут требовать ношение масок на улицах и в транспорте наконец-то На самом деле я приветствую эту инициативу потому что что бы там ни говорили вот эти ковид-диссиденты и антимасочники На самом деле объективные исследования говорят о том что ношение масок снижает степень заражения с точки зрения вирусной нагрузки при заражении это раз Во-вторых снижает риск получения этой вирусной нагрузки либо передачи если маска одета на больного человека и эти тезисы абсолютно бесспорны А все ваши идиотские разговоры про гипоксию там недостаток кислорода при ношении маски оставьтесь пожалуйста при себе и рассказывайте там бабушке в деревне Далее в процессе обсуждения проблемы пандемии перешли к текущим вопросам и со докладом и после Забелина почему-то слово дали Рустаму Маратовичу Ахмадинурову руководителю исполкома Единой России в республике Башкортостан И Рустам Маратович в свойственной ему манере и со свойственным ему задором доложил о том что основным достижением партии Единая Россия в борьбе с ковид-19 на прошедшей неделе был тот самый злосчастный стрим и видеоконференция в которой приняли участие сам Ахмадинуров ректор БГМУ Павлов и бьюти-блогер Камашко Ахмадинуров ничтоже сумняши заявил Хабирову прямо в глаза что за прошедшую неделю этот стрим в интернете посмотрели 40 тысяч человек тут я честно говоря подпрыгнул на стуле и полез смотреть значит ну что же действительно там случилось но счетчик ютюба безжалостно указал на то что стрим Ахмадинурова посмотрела 900 с небольшим человек всего и тут я словил себя на мысли и даже на некотором таком сочувствии то есть мне просто стало искренне жаль Хабирова человека ну так или иначе достаточно высокого положения человек который возглавляет республику Башкортостан который в открытом эфире в прямом эфире подвергся вот такому вот то что делает с ним Ахмадинуров то есть сидит его подчиненный более того человек который позиционирует себя как друг там соратник и так далее и так далее и просто нагло в глаза врет своему начальству более того Ахмадинуров ведь отчитывается о проделанной работе мы все помним какой резонанс вызвал вот этот вот стрим в общественном пространстве у Ахмадинурова конечно его посмотрели 900 человек но на нашем канале два ролика в которых упоминался этот стрим посмотрело более 25 тысяч человек и комментарии которые многие сотни комментариев которые были написаны по поводу вот этого события они конечно абсолютно негативные и вот этот вот Рустам Маратович прямо в глаза своему руководителю присутствует целого правительства республики заявлять что его стрим посмотрели 40 тысяч человек обманув своего начальника ровно в 50 раз это конечно очень печальная история но к сожалению на этой оперативке ложь в глаза для Хабирова случилось не последний раз вторым садокладчиком после Ахмадинурова конечно же был тот самый Валентин Павлов который признал провал своей идеи насчет рекрутировать всех студентов мединститута на помощь медицине Башкирия мы помним что последние пару недель этот вопрос очень обсуждался в медицинском сообществе и в сообществе родителей студентов медиков это конечно была ужасная бесчеловечная идея там третьекурсников четырех курсников медуниверситета отправить значит в это пекло к видных госпиталей Павлов проиграл эту историю у него остались только ординаторы 1277 ординаторов он отправляет работать в медицинские учреждения по республике не все они попадают в к видные госпитали они попадают и в первичное звено и на всевозможные вспомогательные позиции это пожалуй правильно ординаторы уже люди работающие в медицинских учреждениях а вот со студентами удалось отбить у этого Павлова студентов как многие из которых наверняка пострадали бы в процессе вот этого всего то что он пытался назвать практикой то за что он пытался не платить им как вот например делают в других регионах в общем конечно Павлов действительно проиграл эту историю очень рады родители студентов и очень рады сами студенты потому что они действительно хотят учиться а не работать на Валентина Павлова чтобы тот получил какое-нибудь основное или дополнительное звание типа там почетного гражданина Уфы почетного гражданина Башкортостана или еще что-нибудь в этом роде очень странно что слово на оперативном совещании не предоставили Евгений Машко бьюти-блогерша могла бы скрасить картину вот эту печальную унылую картину выступления Павлова и Ахмадинурова но к сожалению не пришло это в голову господину Тажетинову а мог бы между прочим гармонизировать картинку завершая обсуждение вопроса пандемии перешли к вопросу текущих действий и мер которые нужно принимать вкратце выглядят они следующим образом до 9 ноября продлили каникулы для школьников обсуждается дистанционное обучение для учеников 6 11 классов но пока это решение не принято еще одно решение очень странное было оглашено а именно господин хажин сообщил нам о случившемся чуде ну иначе это событие назвать не могу в республике хажин утверждает что в среде высшего образования в республике башкортостан наблюдается достаточно высокий уровень заболеваемости среди преподавателей и студентов ну что собственно нормально на пике пандемии а вот в среде среднего специального образования хажин не видит вообще заболеваемости и в связи с этим он предлагает значит вузы перевести на дистанционное образование а среднее и учебное заведение не переводить на дистанционное образование вот здесь напрашивается вопрос простите а чем отличаются вузы от средних учебных заведений которые дают там как профессиональное образование структурно геометрически географически чем они отличаются то есть те же самые здания в них есть кабинеты коридоры там студенты и преподаватели почему в одних они значит учебных заведениях происходит естественная передача вируса в других не происходит в общем вот подобное чудо зафиксировал хажин я надеюсь что комиссия ватикана обследует это чудо и присвоит ему соответствующий статус хабиров принял решение о том что среднее учебное заведение средне технически продолжит свою свою работу в очном порядке а вот вузы уходит на дистанционное образование далее шел дежурный вопрос по поводу жкх дорог и чрезвычайных ситуаций собственно ничего почти интересного в этом вопросе не было но я остановлюсь на двух моментов госпожа голованова ирина александровна сделала с дежурный доклад о том что в области жкх все стабильно бесперебойно надежно но правда в доме который в бирске остался без газа и отопления так пока еще ничего не наладилось но во первых я приношу свои извинения госпожи головановой за то что два предыдущих выпуска я путал ее фамилию есть у меня такой грех я вот очень плохо запоминаю фамилия имя имена отчества но если уж запомню то навсегда и еще я отмечу одну вещь про которую умолчала госпожа голованова это про ремонт и подъездов вот это в общем то их подведомственная история например мой собственный подъезд в моем собственном доме к первому ноября так и не отремонтировали хотя обещали по всей республике закончить эту программу к первому ноября эта процедура то тянется тянется и тянется судя по всему еще месяц-другой это продлится потому что начались пререкания между подрядчиками исполнителями и жильцами в общем все как мы любим далее слова предоставили алана викторовичу морзаеву ну и естественно на тему смертности и травматизма в дтп мы помним как на прошлом оперативном совещании хабиров отругал отчитал значит и назвал неудовлетворительной работой и деятельность самого морзаева и деятельность всего его министерства именно на фоне того что катастрофически растет смертность и травматизм на дорогах в ответ на это алан викторович жалобно пообещал хабиру проанализировать ситуацию значит и доложить о причинах смертности хабиров помнится в запале кричал что никакие анализы ему не нужны анализы нужны самому морзаеву но тем не менее алан викторович осмелился представить радио фаритовичу анализ который он сделал за истекшую неделю и вот это следующий случай откровенного издевательства и лжи который я фиксирую на этой оперативке я говорю о том что морзаев проанализировав ситуацию с дтп на голубом глазу заявил о том что основной и главной причиной возрастания численности смертности и травматизма на дорогах является представляете что праздно гуляющие в темноте животные и водители которые в темноте в это время перемещаясь на автомобиле пишут эсэмэски а еще одним важнейшим фактором смертности и травматизма на дорогах являются праздно гуляющие в темноте по проезжей части граждане то есть алан викторович заявил в открытом пространстве о том что он в принципе сделал все возможное у нас идеальные ровные дороги у нас прекрасное регулирование разметка ограничительные барьеры у нас все это есть надземные подземные переходы всем этим граждане обеспечено и животные видимо тоже но безответственные граждане безответственные животные зловредным образом массово гибнут на дорогах выходя ночью на проезжую часть таким образом алан викторович по сути снимает себя ответственность потому что ну как один единственный господин морзаев на всю республику может уследить за четырьмя миллионами безответственных граждан и еще несколькими миллионами безответственных животных ну конечно никак собственно это было бы смешно если бы это объяснение не было вполне себе благосклонно воспринято хабировым хабиров не возмутился не вскричал не сказал что алан викторович чего здесь такое несете о каких козах и баранах бродящих в темноте вы говорите у нас люди гибнут на салавате юлаева там на проспекте октября и прочих местах нет хабиров вполне удовлетворил этот ответ и вот почему потому что хабиров судя по всему рады бы обманываться потому что он понял уже теперь неделька то прошла эмоции улеглись что как ему увольнять алана викторовича а кто развяжет все вот эти вот клубки интересов и всяких значит сделок по дорожной сфере а там ведь десятки миллиардов рублей куда мы можем уволить алана викторович никуда так что нет вот козы и ночью бродящие пешеходы спасли морзаева вслед за фантастическим морзаевым слова предоставили не менее фантастической риме юрьевне бойцовой при этом ради хабиров дважды назвал ее почему-то рим и амиров ный видимо подсознательно думая о госпоже утяжевой рима юрьевна в общем-то сделал доклад который на меня произвел странное впечатление мне показалось что я уже в пятый раз слышу один и тот же доклад который она читает с высокой трибуны она все то же самое от тарабанила о принципах поддержки малого и среднего бизнеса сообщила нам о том что она деятельно поддержала аж целых 500 субъектов малого и среднего бизнеса что составляет менее пяти процентов вообще от численности субъектов малого и среднего бизнеса в республике более 12 тысяч вообще-то у нас этих субъектов основным достижением рима юрьевна является на самом деле поддержка и помощь предприятия по производству лука и стрел основной упор и ее ведомство делает на создание каворкингов это такие бизнес-центры где недорого можно арендовать рабочее место для бизнес-процессов ну собственно все что касается бизнеса у самой римы юрьевны идет неплохо а в конце ее доклада заговорили вдруг о том бизнес-центре который выкупает правительство все-таки у частных собственников речь идет о бизнес-центре на закивали ди как-то эта история затихла и куда-то делась помните да мы говорили что к этому бизнес-центру имеет отношение господин стрижнев а также какое-то отношение судя по всему имеет и господин сидякин это конечно не точно как говорят у нас в интернетах но очень правдоподобно так вот когда мы в последний раз упоминали об этих об этом бизнес-центре на закивали ди речь шла о том что его внезапно решили выкупить вместо бизнес-центра салават юлаев который был встроен схему решения проблемы дольщиков серебряного ручья тут как говорится перебили интерес удалось ли господину стрижневу решить те очень серьезные проблемы конструктивные проблемы здания сооружения которые были выявлены в процессе осмотра непонятно хотя хабиров спросил об этом бойцову там все ли там хорошо у бойцову прям гриток прям так хорошо что прямо аж хочется салют какой-нибудь пустить в общем странная эта история неужели мы опять какие-нибудь там бешеные миллиарды бухнем в выкуп никому не нужного недвижимого имущества которое простояла там шесть или восемь лет брошенным в центре города который находится в непонятном техническом состоянии не будут ли подвергаться риск у люди которые работают в этом здании эти вопросы так и сохраняются но в общем я так понимаю что рима юрьевна активно занимается именно реализации вот этого проекта покупкой за государственные деньги у частных собственников вот этого бизнес-центра и в дальнейшем она там устроит видимо какой-нибудь очередной коворкинг далее обсудили вопросы реализации проекта башкирские дворики доклад делала та же самая голованова ирина александровна она уверяла хабирова что все хорошо замечательно и прекрасно однако хабиров тут резко не согласился с ней во первых хабиров оценил на тройку с минусом то что было сделано 2019 году и высказал очень серьезные опасения о том что в этом году что-то получится лучше я уже много раз говорил что пора бы наверное радио фаритовичу задуматься над тем что ведомство беляева регулярно работают на тройку с минусом из года в год и судя по всему в этом году тоже получится та же самая тройка с минусом если ирина александровна или господин беляев не придумают объяснение своему провалу сродни тому что придумал господин морзаев например какие-нибудь дикие козы зловредно разгромили прекрасно исполненные башкирские дворики теперь там не на что смотреть огромные суммы были затрачены на этот проект обратной дороги нет в девятнадцатом году это было почти 2 миллиарда рублей примерно столько же в двадцатом году но хабиров сделал акцент на том что в двадцать первом году финансирование этого проекта будет резко снижена что нужно как-то объяснить людям почему их дворы не будут ремонтироваться но и вообще двадцать первый год судя по всему основательно пугает радио фаритовича потому что он постоянно говорит что у нас не будет денег что двадцать первый год мы должны пережить ну и так далее так далее завершила оперативное совещание доклад председателя комитета по туризму господина нафиг его и мне даже казалось что не стоило бы его обсуждать в этом обзоре чтобы не тратить время наших зрителей однако меня зацепили цифры я стал в них копаться считать и у меня честно говоря зашилились волосы на голове речь идет о том что господин нафигов собственно отчитался о таком незначительном событии как установка туристических знаков и указателей в республике башкортостан казалось бы но события прямо скажем не масштаба правительственной оперативки однако об этом зашла речь так вот за истекший период господин нафигов умудрился установить 685 знаков туристических и 877 указателей направлений это вот такие вот коричневые таблички на двух металлических палочках которые мы вам показываем но исполнены они достаточно забавно много разговоров было о переводе на английский язык значит название и географических наименований но дело совсем не в этом выяснилось что господин нафигов потратил на вот эти тысячу пятьсот шестьдесят две единицы указателей и знаков аж целых 40 миллионов рублей без малого простой арифметический подсчет показывает что вот эти две металлические трубы с приделанный к ним табличкой стоит двадцать пять тысяч шестьсот рублей вы представляете то есть вот этот вот объект который мы вам демонстрируем в среднем по башкирии стоит двадцать пять тысяч шестьсот рублей кто же исполнил эти таблички кто их изготовил за такие деньги и как бы почему господин нафигов согласился что это справедливая цена и как же там проводились конкурсные процедуры с удивлением мы обнаруживаем что конкурс выиграла не кто-нибудь а агентство республики башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства то самое знаменитое агентство то самое знаменитое автономное некоммерческое предприятие рима юрьевны бойцовой то есть круг замкнулся у этих ребят абсолютно замкнутый цикл они получают бюджетные деньги и переваривают их внутри собственного сообщества за 25608 рублей агентство рима юрьевны бойцовой нашло других естественно из производителей этого добра и уже неизвестно за какие деньги установила эти значит таблички на этих палочках ну как это должно быть наверное объяснено вот это вот этот уровень цены подобных несложных прямо скажем инженерных конструкций судя по всему объяснить можно только единственным образом наверное вот эта коричневая краска которая нанесена на эти таблички она вызывает у туристов жесткую зависимость от природы республики башкортостан причем зависимость это носит характер не ниже чем зависимость героиновая и раз в год минимум на две недели турист единожды взглянувший на эту табличку теперь должен возвращаться в родные края гулять по просторам башкортостана и тратить здесь свои деньги но иначе объяснить не могу вот стоимость этих табличек потому что ну как бы совершенно вопиющая цифра 25 тысяч рублей за железную табличку с надписью на двух палочках это немножко многовато хабиров тем не менее пообсуждал с нафиком эту проблему он во-первых сказал что была поставлена задача поставить вовсе там не 685 знаков от полторы тысячи знаков была поставлена задача поставить знаки и на федеральных трассах чего нафиков не сделал и хабиров как тот так даже предъявил ему претензии на что нафиков абсолютно внятно четко и даже я бы сказал нагло заявил что ради фаритович нам недостаточно тех денег которые на вы нам выделили вы нам урезали финансирование будьте добры нам его значит заново выдать и мы вам поставим эти знаки меня честно говоря вот ошарашила это наглость которая была вот так прямо в глаза высказана хабирову тем не менее хабиров проглотил это все поручил назарову изыскать денег и дать их еще снова нафику потому что по мнению хабирова продвижение туристического бренда башкортостан у нас идет практически блестяще вот здесь конечно я онемел задумался не понял вообще о чем идет речь но об этом мы поговорим чуть позже возвращаясь к тому что я сказал в самом начале оперативки я повторюсь эта оперативка была удивительным парадом лжи наглости и очков тирательства которые происходили прямо у нас на глазах действительно мне было очень жалко хабирова которого почти каждый из выступающих или обманывал или вводил в заблуждение или требовал у него денег на то что вообще не требует тех денег которые они требуют честно говоря такой концентрации лжи и лицемерия на одной оперативки я честно говоря не припомню то ли они уже очень торопятся то ли так складывается ну в общем вот так получилось при этом хабиров каждого из выступающих с жаром благодарил говорил что все у нас прекрасно успешно замечательно есть небольшие недостатки но вот и так далее так далее чем это все объяснить но судя по всему нужно это объяснять теми принципами которые заложены в формированию команды хабирова круговая порука и вот это вот братство своих это не самое лучшее а скорее архаичный принцип для создания какого-то сообщества и он исключает какую-либо критику либо некие модернизации этого сообщества то есть кого бы сейчас хабиров не ругал кого бы он сейчас не увольнял из своей команды даже тех кто этого достоин фактически он будет ругать самого себя фактически он будет увольнять часть самого себя хабиров попал в ловушку вот этой конструкции где все свои все братья естественным нельзя предъявить претензии ну как теперь нафиг его предъявить претензии о том что он по 25 тысяч и стратил вот эту табличку на двух палочках как теперь бойцовы объяснить что поддержка производителей луков и стрел это не самое перспективное занятие для развития малого и среднего бизнеса или про эти дворики или про вот эти вот камеры наблюдения и дтп на дорогах морзаева как им все это предъявлять если они в доску свои никак ну и традиционно несколько тем и событий которые произошли в период с последней нашей передачей которые мы теперь добавляем в обзор кооперативка первая история она немножко уже так сошла но вдруг появилась снова речь идет об увольнении представителя республики башкортостан в москве романе давидовича симандуеве о котором было очень много слухов это увольнение совпало с кончиной мэра уфы и почему-то было как к этому притянуто за уши было очень много слухов о том что роман симандуев займет пост город начальника города уфы так вот на прошедшей неделе мне стало доподлинно известно о том что это совершенно не так и никаких шансов господина симандуева занять кресло мэра уфы не существует более того ради хабиров расстался с романом давыдовичем на повышенных тонах и оставшись недовольным и дело в том что не публично хабиров высказал свое недовольство и резкую недовольность тем как работает представительство республики башкортостан в москве вернее сказать тем как она вообще не работает и потому роман давыдович был уволен как говорится с вещами на выход без мысли и перспективы занять какой-то еще пост в структуре власти республики башкортостан так что эти слухи были абсолютно беспочвен 2 история которую я бы хотел упомянуть связано с тем что в предыдущем субботнем выпуске нашего канала я упомянул о конфликте который существует между господином башировым и генералом сершевым возглавляющим управление фсб по республике башкортостан и вот это общем-то короткая и в принципе безобидное упоминание вызвало какую-то совершенно дикую бурную реакцию бузыкаев опять нарисовал на меня карикатуру что он теперь делает уже примерно раз в неделю видимо заказчики как говорится нажимают все анонимные каналы мурзагулова насчет выдали об этом насчет какие-то информации и один из этих каналов даже предположил что я пытаюсь дестабилизировать ситуацию в республике хуже всякой запрещенной повсеместно алькаиды в общем анонимные не очень угрозы посыпали со всех сторон однако я настаиваю на том что это событие имело место я знаю что этот конфликт был и я знаю что господин серышев честный добросовестный генерал офицер и если как говорится что-то обещал то сделает